Приветствую всех! Это новости города ОИ, информационный подкаст редакции Оренбург Медиа. Я Арина Шмидт и в ближайшие 10 минут о том, чем запомнится уходящая неделя. Следили за событиями в жизни региона, постарались ничего не упустить. Начнем с политических, пожалуй. Два отчета в один день. Глава региона Денис Паслер и мэр Оренбурга Сергей Салмин выступили перед депутатами с итогами 2023 года. Но речь свою оба начали не с прошлогодних событий, а со свежих, апрельских, с паводка. Губернатор особый акцент сделал на детских лагерях, сказал, что построят новые, напомнил о мерах поддержки пострадавшим и о том, как ликвидируют последствия паводка. После перешел к экономике регионам. По словам Паслера, заметно выросли налоговые поступления от предприятий и физлиц. Вырос и бюджет почти в два раза за четыре года. Еще одна важная тема – строительство. Особое внимание молодому Оренбургу – это один из самых масштабных проектов последних лет. Глава региона назвал его удачным решением. Жилой комплекс, напомним, появится в районе Качкарского, Мара и ТРЦ Кит. Этот участок не затапливается. Отчет губернатора поддержали не все депутаты. Партия КПРФ его раскритиковала, припомнив отсутствие ремонта дорог, проблемы с генпланом, агропромом и кадровой политикой в регионе. В итоге коммунисты отчет не приняли. Остальные партии поддержали доклад главы области. А лидер пенсионеров Григорий Иночкин назвал его не только содержательным, но и красивым. Без разногласий зато определились с днем голосования. Выборы губернатора пройдут 8 сентября. Выдвижение кандидатов начинается 7 июня и продлится до 26 июня. Кто вступит в борьбу за кресло главы региона, узнаем совсем скоро. Действующий глава, напомню, на прошлой неделе во время разговора с президентом заявил о своем желании баллотироваться на второй срок. Он будет выдвигаться от «Единой России». Известно, что партия КПРФ объявит своего кандидата 15 июня. ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди» пока хранят молчание. Еще один отчет с итогами работы прозвучал в четверг в стенах мэрии. Перед депутатами выступил глава Оренбурга Сергей Салмин. Первая тема – паводок. Мэр сообщил о новой мере поддержки. Владельцы затопленных дачных участков получат по 75 тысяч рублей. Что еще положительного? Доходы бюджета выросли, а уровень безработицы, наоборот, стал меньше. За год в Оренбурге заработали четыре новых детских сада, две школы, строятся и ремонтируются дороги. На них, кстати, в прошлом году выделили рекордные 4,5 миллиарда рублей. После выступления были вопросы от депутатов. Один из них – про стоимость реконструкции набережной после паводка. Как мы уже сообщали, ремонт может обойтись почти в 2,5 миллиарда рублей. Сумма огромная и вызывает вопросы. Как пояснил Сергей Салмин, она предварительная. Будет проведена экспертиза, и только после появится четкая цифра. По словам мэра, она будет значительно меньше той, что прозвучало вначале. Набережную должны привести в порядок уже в этом году. Такое поручение дал губернатор. Еще на тему благоустройства мусорные баки возьмут под прицел. Мэрия Оренбурга потратит почти миллион рублей на камеры наблюдения на мусорных площадках. Их установят уже к 1 июля, где именно, пока неизвестно. Примерно 30% устройств смогут распознавать автомобильные номера. Записи с камер будут храниться не меньше двух недель. С их помощью станет намного проще следить за несвоевременным вывозом, нехваткой баков, а также за теми, кто выбрасывает мусор с нарушением правил. Громкое дело архитекторов готовится рассмотреть в Ленинском районном суде. О том, что оно уже поступило, стало известно на этой неделе. В Центре истории министр архитектуры Оренбургской области Наталья Ибрагимова. По версии следствия, она, а также директор компании «Атлас» и руководитель Центра развития архитектуры, похитили более 90 миллионов рублей. Речь о заключении контрактов по завышенным ценам. Дату первого заседания определит судья. Как уже рассказывала Оренбург Медиа, после того, как министр стала фигурантом уголовного дела, губернатор отправил ее в отпуск без содержания. Его продлевали несколько раз. В марте прошлого года Ибрагимова вышла на работу. Еще об одном уголовном деле, которое тоже обещает стать громким. В Оренбуржье задержаны сотрудники госавтодорнадзора. Их подозревают в получении взяток. Вместе с ними задержали работников компании, которые контролируют грузовые перевозки. Оперативное видео есть на нашем сайте. Как полагает следствие, с сентября прошлого года по апрель нынешнего задержанные за определенную плату пропускали через пост грузовики с превышением массы. Фуры проезжали без взвешивания. Уже проведено больше 30 обысков, изъяты свыше 10 миллионов рублей. Все 8 фигурантов дела находятся под стражей. Когда новоселье уже близко, в Оренбурге завершают работы в долгострой на улице Планерной. Речь о двух многоэтажках, которые оказались в списке проблемных из-за ситуации с обманутыми дольщиками. История тянется с 2020 года. Мы подробно о ней рассказываем с самого начала. Сейчас подрядчик стройки СУ-56 почти завершил все строительные и инженерные работы на одном объекте. Совсем скоро собственникам квартир там вручат ключи. Второй объект планируют сдать осенью. Все подробности рассказали в новом материале. Он уже на сайте. То град, то буря, то гроза. Погода всю неделю испытывает оренбуржцев на прочность. В понедельник на областной центр обрушились шквалистый ветер и дождь. Стихия разгулялась не на шутку. Жители города поделились с Оренбург-медиа кадрами буйства. Видео есть у нас на сайте. В некоторых районах ураган повалил деревья. Одно из них, упав, повредило автомобиль. Во вторник непогода стала причиной трагедии. В Новоорском районе ветер сорвал крышу с надворной постройки и обрушил ее на женщину. Она погибла. В Шарлыкском районе молния попала в столб у дома. Произошло короткое замыкание. В результате загорелась кровля. Огонь полностью ее уничтожил, повредил потолок и веранду. По словам синоптиков, терпеть капризы погоды жителям области придется до конца недели. Чего точно терпеть не надо, это проблемы со здоровьем, например, со зрением. О нем всегда готовы позаботиться в МНТК микрохирургия глаза. Это центр, где можно обследоваться и исправить проблемы. Например, сделать лазерную коррекцию. Ее проводят высококлассные специалисты, и что важно, по доступным ценам. МНТК микрохирургия глаза – партнер нашего выпуска. Они погибли, спасая других. На неделе в Оренбурге вручили госнаграды родным экипажа Ил-76, который разбился под Иваново. Авиакатастрофа, напомню, случилась в марте этого года. При взлете военно-транспортного самолета Ил-76 загорелся один из двигателей. Судно немного не дотянуло до аэродрома, всего около двух километров. Пилоты увели горящий самолет подальше от жилых домов. На борту находились 16 человек. Никто не выжил. Среди погибших – пять летчиков 117-го военно-транспортного авиационного полка, который базируется в Оренбурге. Их родные получили во вторник государственные награды из рук губернатора Дениса Паслера и командующего военно-транспортной авиации России Владимира Бенедиктова. Новая задумка мэрии. В Оренбурге появится умный светофор. Его установят на перекрестке проспекта Победы и улицы Степана Разина. Новое устройство сможет регулировать потоки транспорта, прогнозировать количество подъезжающих к перекрестку машин. Светофор дополнят контроллерами и датчиками потока. Если проект окажется удачным, такие умные регулировщики установят и на других улицах города. Владельцев собак в Оренбургской области обязали регистрировать своих питомцев. Соответствующий закон приняли в законодательном собрании региона. В Федеральной информационной системе теперь будут храниться данные о владельце, также описание животного и номер чипа. Все это за счет бюджетных средств. Но с условием, если животное предварительно было чипировано. Если чипа еще нет, его можно установить в любой ветклинике. Примерная стоимость от 800 рублей. По утверждению ветеринаров, эта процедура безболезненна и безопасна. Закон вступает в силу с 1 июля за отказ от регистрации штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Как это будет работать, подробно рассказали на сайте. Они делают Оренбург интересным. В новом выпуске подкаста «Диванный урбанист» все про внутренний туризм, про то, как активные жители стараются разбавить жизнь в городе нескучными событиями и приоткрытие культурного пространства. Ведущий журналист Дарья Беликова и автор телеграм-канала «Оренбург. Архитектура и урбанистика» Виктор Богданов. В гостях у ребят на этот раз владелица исторического особняка купцов Хусаиновых Виктория Гурьева. «Диванный урбанист» уже на всех подкаст-платформах. Счастливая, родная, хорошая. Так трогательно народные избранники Орска предложили назвать улицы в садовых товариществах города. У большинства из них названий нет, а они нужны, чтобы включить затопленные здания в список пострадавших от паводка. С легкой руки депутатов в СНТ теперь появятся улицы «Милая», «Звонкая», «Добрая». Жители Орска подхватили инициативу чиновников и стали придумывать свои паводковые названия. Среди вариантов заливная, бобровая, непотопляемая и даже высохшая. Появятся ли они на карте города? Покажет время. Памятник в форме фортепиано установили на могиле автора хитов группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. Он создан по эскизам его матери Валентины Кузнецовой. Композиция выполнена в виде фортепиано. На нем букет белых роз, рядом белый скрипичный ключ. На памятнике цветная фотография музыканта. Напомню, Сергея Кузнецова не стало в ноябре 2022 года. Основателя группы «Ласковый май» похоронили на почетном квартале кладбищенского комплекса «Степной-1». Первые стобальники. 35 оренбургских выпускников набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ. Речь об испытаниях по географии, литературе и химии. По сравнению с прошлым годом, обладателей заветных 100 баллов больше в два раза. По литературе максимальный результат у пяти человек, по географии у двоих, по химии 100 баллов получили 28 выпускников. В конце еще раз о партнере нашего выпуска. Это МНТК «Микрохирургия глаза». Вместе мы помогаем не пропустить важное. Это были новости города О. Следить за нами можно ВКонтакте, Ютубе, Дзене, в Телеграме и Одноклассниках. Также нас можно слушать на всех главных подкаст-платформах. Подписывайтесь, комментируйте. Мы рады обратной связи. Встретимся через неделю. Продолжение следует...